Всем привет, мои друзья! Снова с вами Макс Траур. Вы на канале о путешествиях, и не только. И за мной уже красоты гор Дагестана. И в этой серии я вам покажу самой длины в России туннель. Мы увидим красоты Салтинского водопада. Поедем в село Гунип, заберемся на гору Маяк. Ну и, конечно, увидим множество красивых мест и попробуем вкусную еду. Не забывай, мои ощущения ждут вас в этой серии. Не забывайте ставить лайк, подписываться. Погнали! Наш сегодняшний день начинается с Улаксового каньона, с поселка Дубковка. И откуда мы начинаем наше движение. Едем мы по красивейшей дороге и добиваемся в Санкт-Петербурге. Для преодоления этой дороги не потребуется никаких скоростей. На самом деле, вы будете в Санкт-Петербурге, если вы будете ехать с Махачкалы, вам придется набрать немного высоты. После туннеля вы спускаетесь по красивейшей дороге вниз. Берегите свои тормоза, периодически можете отдыхать, если ваша машина старенькая, конечно, лучше остановиться на парковочке прогуляться. Ну а дальше смотрите в оба глаза, потому что красоты не описуемые. Ты увидишь, когда выйдешь с самого длинного туннеля, спустишься по зигзагам. Кстати, эта дорога очень напоминает мне Аргентино-Чилийскую трассу, по которой я ездил в Южной Америке. То есть, в Дагестане ты можешь прочувствовать и другие континенты. Ну и вот смотрите, такая башня. Когда-то раньше она держала армию, сдерживала армию с такими красивыми видами. Очень шикарно. Кстати, башня, кажется, как будто без цемента сделана. То есть, вот он, раствор есть, но маленькими порциями. Бедные грузовики спускаются. Здесь, на самом деле, очень много поворотов, больше 20, прямо таких на 180. И, конечно, грузовики едут на пониженках, чтобы не перегреть тормоза. Друзья, все вы знаете, что я очень много путешествую. И, конечно, я пользуюсь банковскими картами. И сегодня пойдет речь про Тинькофф Платинум. Я расскажу, почему эта карта классная. В первую очередь, друзья, вам не надо идти в разные банки, тратить на это время. Вам достаточно просто зайти по ссылке и оформить банковскую карту. Банку Тинькофф уже доверять 28 миллионов человек. Тинькофф Платинум – это топовая карта с кэшбэками. Что, наверное, любят все? Максимальный кредитный лимит. По карте Тинькофф Платинум до миллиона рублей. До 55 дней беспроцентный период ставки составляют от 12% годовых на покупки. Бесплатные переводы на карты других банков до 50 тысяч рублей в месяц. А есть у тебя Тинькофф ПРО до 100 тысяч рублей в месяц. Есть возможность оформить рассрочку на год. Кэшбэк до 30% от суммы покупки у партнеров банка. И до 1% за любые другие траты на карте. Кэшбэк возвращается бонусами. Бесплатное пополнение в любых банкоматах. Первый раз я воспользовался Тинькофф Платинум картой, когда строил свой автодом. Это было очень удобно, потому что я приехал в большой строительный магазин, накупил огромное количество различного стаффа, различного товара. И, конечно, получил приятный бонус – кэшбэк на карту. Друзья, я под видео оставлю ссылочку. Заходите, оформляйте карточку и получайте возможность, которая уже сейчас есть от Тинькова. Дорога, я считаю, по меркам достаточно легкая. Даже мой старенький минивэн спокойно справляется с этой трассой. Аккуратно обращаемся с тормозами и не перегреваем на подъемах. Но, опять же, нет таких больших высот. Внимательно смотрим по знакам и по сторонам. Иногда будут появляться блокпосты. Это, в принципе, формальности могут остановить, проверить документы. И даже паспорта проверить. Главное товарство этой дороги – это просто не усмотреться на этот паспорт. Вау! А люди, как вон на сапах. Там огромная армия. Вот такую красоту вы увидите, если будете ехать на Салтиновский водопад, а также поселок Гунип, а также поселок Унзах. Все это по дороге. Еще одно огромнейшее водохранилище. Облюбовали сап-серферы. Вы представляете, весной мы здесь были в мае месяце. Здесь воды не было, и мы ходили пешком, если помните. Если вы смотрели мои видео, я сейчас покажу, как там реально было. Салтиновский водопад. А как сейчас? Офигенно. Спускают здесь метров на 20 с водой. Такое место вообще шикарное. Слушайте, когда здесь жарко, то вот в этом месте прямо так приятно. Смотрите, здесь люди в палатках, с палатками, фонкемпинг у людей устроен. Очень круто. Ну вот мы и подъехали к Салтиновскому водопаду. Иногда в таких местах приперковаться очень сложно. Идем вот, друзья, мы на Салтиновском водопаде. Красота, смотри, какая. Давид, смотри, головой не заденься, а то он скалывается. Ух, какое ущелье. Папа, где скалы? Вон скалы, наверху, внизу, влево, вправо. Как вытывается вода? Это вода. Как вытывается. Выливается вода. Оп, и вот так, холодная. И пошли, пошли, пошли. Ух, сколько народу. Зато весело. Смотрите, какая красота наверху. Тут ножки промочишь в жаркую пору Дагестана. Вау. Пап, сходи, сидите в тапках. Все в тапках, да. Носите тапки. 100 рублей и резиновые сапоги ваши. Пап, мы так не качаем собаки. Да. Я не качаю собаки. А в прошлый раз мы были, так ни капельки воды не было. А еще там снимали фильмы и даже не получилось нормально поснимать сам водопад. Так что мы впервые видим его в полной красоте. Красота. Салтиновский водопад. Шикарно, да? А, плохо видно, но красиво. Это Салтиновский водопад. Смотрите, он в одной дырке, в другую дырку. Вот такое прикольное место. Расщелина, ущелье. Вау, да? Вау. Вау, да? В общем, хотите быть одни, приходите рано лучше. Народу и без. А по тросам что надо еще лезть? Там так немножко ссыкотная тема. Я вам более подробно покажу. С ребенком передвигаться тяжко. Вот смотрите, люди лезут. Есть трос, и ты должен по нему проползти. Держишься, он через каждые полтора метра. Понимаю, парень молодец, пошел купаться. Вот так и надо. Вот это самая будет лучшая коточка. Ну и конечно, вот чайочку. Да вот здесь-то. Круто. Хорошо. Удобнее всего съездить на Салтиновский водопад, после этого поехать в поселок Гуниб. А уже с Гуниба стартовать дальше в другие достопримечательности Дагестана. Такие как Гамсутр, он все лишь в 20 километрах, и поселок Хунзах, он в 100 километрах от Гуниба. Дорога в Гуниб, очень интересная. Интересно. Да. Интересно. Ну что, ребят, мы в Гунибе. Немножко задержался, потому что у нас возникли вопросы с нашим отелем. Получилась такая трагичная ситуация. Все, наверное, слышали, что в Махачкале произошел взрыв на заправке. Очень много людей погибло. Есть даже люди без вести пропавшие. И в отеле, в котором мы забронировали номер, получилось, что как раз один из них совладельцев, либо родственников там и погиб. Вроде погибли. Или без вести пропал. Короче, не совсем мы уже подавались подробностями, но были некоторые сложности с заселением. Мы сейчас, опять напомним, мы находимся в село Гунибе, или ауле. И я вам чуть позже покажу про него. Покажу сколько. Кстати, да, стоимость отеля 3000 рублей. С двух человек. Примерно почему-то здесь полторы тысячи с человеком. Всегда кое-какое место. Ну что, вечер начинается прекрасно. Салатик. Красивый вид. Ну, вам не видно, но там красиво, поверьте. Мы в кафе Гунибе. Приятно аппетитно. А теперь шашлык, друзья. Вот что друзья едят в Дагестане. Ну что, друзья, вот такой у нас прикольный номер. Мы сейчас переодеваемся, идем кушать. Этот номер стоит 3000. Вообще в Гунибе все же два отеля. И бронируйте заранее. Доброе утро, друзья. Смотрите, какая красота. Мы находимся в Гунибе. Хотя орел летает. Вау, какой объем. Офигеть. Как ветром надуло, да? Очень круто. Мега круто. Ну и, конечно, друзья, я хочу вас пригласить на наши авторские туры. Они проходят не только в Дагестане, не только по России, а они будут следующие. В Казахстане. Мы поедем разбирать и искать крутейшие места. Также мы поедем в Киргизию, в Таджикистан и Узбекистан. Мы целый сентябрь будем посещать Среднюю Азию. И вы можете к нам присоединиться и получить с нами незабываемые ощущения. Поэтому, друзья, пишите. Я расскажу подробнее уже лично вам по датам, сколько это будет стоить. У нас туры будут от 3 до 7 дней. Поэтому вы сможете выбрать любую по бюджету. Это главное. И по времени формат. А также, друзья, не забываем, что у нас после сентября, в октябре, начинаются яхт-кэмп, яхт-туры. Мы сможем в Турции получить новые навыки. Обучение яхтингу. И, конечно, друзья, в этих турах вы сможете научиться управлять яхтой, ставить паруса, определять местоположение, выбирать и строить маршруты, а также брать лодку в аренду в любых частях света. Вы пройдете курс обучения по школе ИСА. Как тебе? Прекрасно. 7 дней чудесного пребывания на яхте. Мы будем жить на лодке. Вам не надо тратиться на отели. Мы каждый день будем стоять в новых местах. На якорной стоянке, либо в Марине. Вы сможете увидеть такие достопримечательности, до которых по суше просто не добраться. Нравится? На рифах, встречка. 14 октября стартует яхт-кэмп. Погнали с нами. Но сейчас мы отправляемся в крепость Имама Шамиля. Верхний Гунип. Красота. И крепость Имама Шамиля. И выйдем наверх. Это верхний Гунип. Вот такая красота. Та-да-дам. Обалденно. Та-дам. М palavra. М reden. Можно с этой стороны идти. Как есть видосы, когда чуваки на велосипедах катаются еще при таком наклоне. Пипец. Поменяли немного локацию, можем видеть крепость и такая высота. Здесь кайфовочка Дагестана. Вас никто здесь не держит. Каждый сам себе. Хочешь – лезь, хочешь – падай, хочешь – не падай. В общем, твоя жизнь в твоих руках. Самого Дагестана просто не было бы людей. На нем все, я остановил. Здесь парень рассказывает историю про имама Шамиля, который закончил войну. А сейчас мы вам покажем место там, где закончилась большая крупная война. Где с Руси уже подписали мирный договор. И здесь, в этой беседке, закончилась эта война. Вот такой подъем есть, экстремальный. Потом есть другой спуск. Обратно пойдем по нему. Мы сейчас находимся в парковой зоне. Находится в верхнем Гунибе. И вот она. Беседка. Ну а теперь, друзья, царская поляна. Вот такая она царская. Здесь же был накрыт большой стол. Но так как не было стола рядом, около этой полянки было выруто по кругу небольшое углубление, где были поставлены лавки. Таким образом она стала как бы большим столом. Вот ее назвали царская поляна. Тут где откушали правители, отметили мир во всем мире. Ну как обычно. Вот такое прикольное место. Можно видеть, что как будто здесь пропахано. И вот здесь между ними стояли лавки. Вот эти бугры, это и есть столы. Но это не точно. Уровень неплох, скоро будет. Чисто такой, знаешь, наверное, релаксинг больше, да? Чтобы ночили на расслабоне. Ну а мы, друзья, отправляемся в небольшой наш поход. Миша со мной. Значит, валим мы сейчас в сторону маяка. Нам примерно надо пройти 3,5 километра, где-то час с пути. Будет у нас небольшое восхождение. В общем, будет мега круто. Погнали. Красивые виды. Зараза, как же хорошо в горах. Только минус есть один. Палящее солнце. Но лучше жарко, чем холодно. Правда? Правда, Миша? Да. Правда. Ветерие начинается. Музыка. 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 Нам туда. Алтай чем-то напоминает сейчас. С той же всего просто. Сука, как вам не тяжело? Высота 2.100. Офигенно. Прикольно. Такую мысль рассказывал. Конченая GoPro заглючила, как обычно. У них флешки – это беда. Сверхая флешка с удовольствием гигабайт, отформатированная, а ключи 20 секунд и зависает. Я еще не один поднимаюсь, вон еще люди. До края земли. Вау! Это мега круто. Вчера общался с местными ребятами, мотоциклистами. Сказали, здесь классно погонять на эндуро. Честно бы, даже очень бы хотелось. на мотике просто мега круто. Вау! Залетел бы. Все круче и круче. Ну, вроде, вот. И все, мать его. А где маяк? Где маяк, сука? Чуть дерьмо воняет. Или эта гора называется маяк. Ребята, это пипец. Честно? Аж ноги подкашиваются, сука. Как страшно. Сука, мы сделали это. Ю-ху! Мы на вершине. Обалдеть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это пипец. Это просто пипец. Это очень круто. Ладно, будем возвращаться назад. Но, конечно, я не ожидал, что будет настолько... объем этот... Вот честно, ноги приседают. Офигенно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok